Если нарушил, например, тот же самый нерестовый запрет, что будет? Ну, нерестовый запрет сейчас уже не нарушен, потому что период нереста уже закончился, к счастью, для многих рыбаков, для десятков тысяч. Вот это вот вся история с допустимыми размерами, их так много, этих ограничений. На что ориентироваться? То есть что, реально на рыбалку ходить с линейкой, измерять размер рыбы, взвешивать? — Смотрите, в первую очередь размер и ограничение по минимальным размерам рыбы, выловленной любителям рыбалом, он необходим для чего? Чтобы не истреблять молот с рыбой. — Опасаться того, что сейчас мы что-то выловим из нашей реки и отравимся, и получим какие-то там, так сказать, недуги и так далее, ну, может такое и случиться. Рыбалка и экология. Как загрязнение окружающей среды влияет на рыбу? Об этом говорим сегодня в программе в студии Алины Рязанова. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Нияз Ахмедов, представитель Совета Федерации рыболовов-любителей Республики Тарстан. Здравствуйте. И Ильгизар Рахимов, эколог, заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья КФУ. Здравствуйте. — Здравствуйте. — Также напоминаю, что мы в прямом эфире. Вы можете звонить нам в прямой эфир по номерам телефонов 8 800 532 55 и 511 99 66. Задавайте свои вопросы, а тем более, что тема очень актуальная, так как с 25 апреля по 5 июня действовал нерестовый запрет на вылов всех видов водных биоресурсов Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ с впадающими в них реками. С сегодняшнего дня запрет снят, однако правила для рыболовов-любителей никто не отменял. О том, как взаимосвязаны рыбалка и экология, какие сейчас есть нормы, правила, штрафы, мы об этом будем говорить с гостями. Первый вопрос достаточно, наверное, всех интересующий. Это какие запреты есть на текущий момент? Наверное, к вам будет вопрос. Запреты, какие есть на текущий момент? И если нарушил, например, тот же самый нерестовый запрет, что будет? Ну, нерестовый запрет сейчас уже не нарушил, потому что период нереста уже закончился, к счастью, для многих рыбаков, для десятков тысяч. А правила рыболовства, они рекламентируют рыбалку на водоемах, любительский лов в частности. Поэтому, если те люди, кто хотят с удочкой или со спиннингом выйти на лодки на берег реки, то они, в первую очередь, на мой взгляд, должны ознакомиться с правилами рыболовства. Правила рыболовства, они круглогодично действуют, в зависимости от сезона, там они немножко меняются. На текущий момент нерестовый запрет, он отменен, как вы уже сказали, по 5 число, он был по 5 июня. Сейчас можно рыбачить на лодках со спиннингом, у нас спиннингистов большинство. Уже можно уходить с лодкой? Да, конечно, то есть вполне можно на спиннинг рыбачить, ловить хищников. А какие штрафы вообще, в принципе, предусмотрены для рыболовов-любителей? Ну, нарушение правил рыболовства, они определяются кодексом об административных правонарушениях, и штраф там от 2 до 5 тысяч. Вот, если в период нереста штраф увеличивался за счет незаконно добытой рыбы, и такса была в 2 раза выше, чем, скажем, в обычное время, то сейчас, ну, в среднем за незаконно выловленного судака, меньше допустимых размеров, там сумма порядка, если я не ошибаюсь, там 2-3 тысяч всего. Вот это вот вся история с допустимыми размерами, их так много, этих ограничений, на что ориентироваться? То есть что, реально на рыбалку ходить с линейкой, измерять размер рыбы, взвешивать? Смотрите, в первую очередь размер и ограничения по минимальным размерам рыбы, выловленной любителям рыболов, он необходим для чего? Чтобы не истреблять молоть рыбы. То есть дать возможность рыбам подняться до половозрелого возраста и там дать свое потомство в дальнейшем. Поэтому, ну, если не с линейкой, то, по крайней мере, на глаз можно легко определить 40 сантиметров для судака и для других рыб, которые входят в этот список. Этот список небольшой, буквально можно просто ознакомиться, прочитать и запомнить. Ну, вот мы на экран тоже выведем сейчас небольшой. В принципе, все эти ограничения по размерам рыбы, по весу, все это представлено тоже в общих источниках, где можно... Да, это все прописано в правилах рыболовства касательно региона Республики Татарстан в частности. Там есть и среднесуточный вылов, и запрещенные вообще к вылову виды. То есть это стерлядь, ну, то есть осетровые. Соответственно, количество, размер и ограничения по среднесуточной норме. А вот по качеству рыб. Какие рыбы сейчас у нас, да? Какие реки, насколько они загрязненные? Потому что есть какое-то опасение все равно, что в той же самой Казанке или из Волги, выловив рыбу, можно ее есть спокойно. Ну, хочу сказать, что хотим мы или не хотим, но, к сожалению, современные реалии жизни нашей таковы, что реки загрязняются. Это однозначно. Водные объекты порой требуют, скажем так, значительно больших и вложений, и усилий для того, чтобы привести их, ну, скажем так, более надлежащий вид. Поэтому, ну, к сожалению, это наша жизнь. Поэтому опасаться того, что сейчас мы что-то выловим из нашей реки и отравимся, и получим какие-то там, так сказать, недуги и так далее, ну, может такое и случиться. Может и такое быть. А что причиной является загрязнение рек сейчас у нас? В первую очередь, конечно, это все-таки и промышленные предприятия, и сельское хозяйство и так далее. Тут мы должны разграничить один момент. Вот мы привыкли к слову загрязнение, понятно, то есть все, что попадает в водный объект. Но вот посмотрите, есть один небольшой нюанс. Все, что касается предприятий, предприятий, которые находятся постоянно, их мониторят, постоянно за ней контролируют, следят и смотрят и так далее. Бывают, естественно, и какие-то отдельные случаи, но в целом, во всяком случае, там можно как-то повлиять на свои стоки. Ну, хотя бы потому, что по нашим законам, каждое предприятие должно, естественно, выбрасывать, скажем так, в водные наши объекты очищенную воду. То есть в этом плане какой-то контроль еще можно осуществлять. У нас больше опасность представляет, когда такой сток нерегулируемый. В частности, например, сельскохозяйственное производство. Понимаете, у нас республика с интенсивным сельским хозяйством, у нас огромные площади сельскохозяйственного года и так далее. Естественно, при нынешних потребностях и так далее, только небольшими делянками вряд ли мы сможем прокормить наших людей. И поэтому, конечно же, на этих огромных территориях развивают и зерновые, и другие культуры. Мы прекрасно знаем, что вместе с этими культурами к нам приходят туда и всевозможные вредители, сорняки и так далее. Для того, чтобы меньше был урон в нашем урожае, несомненно, мы должны использовать ядохимикаты. Да, собственно, что говорить. Вот я только что приехал, свое собственное, так сказать, дома, родители и так далее. И мы на своем небольшом даже поле этих колорадских жуков уничтожали. А вы представьте, на огромных площадях. И вот теперь посмотрите, на эти площади огромное количество изливается, скажем так, из самолетов и разбрызгивателей и так далее. Огромное количество ядохимикатов. То есть на реках это на воде? Совершенно верно. И это же нерегулируемое. После первого же дождя все это однозначно, все смывается в водные объекты, и все это попадает туда. К чему это приводит? Мы прекрасно с вами видим, иногда бывает, мы смотрим на воду в реке, она или мутная, или она вдруг сильно зацветает. Вот это как раз те самые моменты, факторы, которые нам подсказывают о том, что неблагополучно с этим водным объектом. И вот этот вопрос, к сожалению, отрегулировать крайне тяжело, если невозможно. Если не разбираться в рыбе, наверное. Вот. Теперь, что касается рыбы и качества этой рыбы, отвечая уже непосредственно на ваш вопрос и так далее. Несомненно, каждая рыба является звеном некой экологической цепи. Мы прекрасно знаем, что любой живой организм отходит в какую-то пищевую цепь. То есть он что-то ест, и кто-то ест его. Но мы людей еще не берем здесь во внимание. И в этом отношении, конечно же, каждая рыба, находясь в этом водоеме, она питается чем-то тем, чтобы, собственно, первоначально и подверглась. Может быть, сколько даже не рыба сама, а через источники питания, она таким образом в себя вбирает вот эти загрязнители. Ну вот тут уже, знаете как, не дай бог, как говорится. То есть однозначно сказать о том, что реки все чистые и можно спокойно есть рыбу, не скажешь. Я вот в завершении, так сказать, вот этой части нашей беседы могу сказать так. Рейхи, к сожалению, еще требуют определенных усилий, хотя много делается. В частности, например, по очистке нашей Волги, вот вы, наверное, слышали о том, что есть государственная программа, экология. Так она, так сказать, действующая и так далее. И в частности, на территории нашей республики действует это, скажем так, в соответствии с этой программой по сохранению очистки нашей реки Волги. Вот. И в этом отношении, конечно, делается очень много. Но, тем не менее, еще до совершенства далеко. И поэтому сказать сейчас и коллеге, я думаю, что не будем ловить, пока рановато. Благодарю. Может быть, есть смысл знать просто, где можно ловить рыбу и уметь ориентироваться в рыбе, чтобы понимать, не знаю, эту рыбу есть можно, эту нельзя. Визуально, может быть, даже можно оценить по рыбе качество. Визуально, разумеется, можно. Да, там и язвы появляются на рыбе. Но вопрос в том, что антропологическое воздействие на водоемы, оно как бы уже у нас не одно десятилетие. У нас основное воздействие, конечно, происходит посредством несанкционированных сбросов, как коллега правильно сказал. И еще в большей степени из-за различного рода генотехнологических аварий, которые происходят у нас тоже на водоемах. Сбросы, те же самые суда, которые производят. То есть масса вариантов, когда просто часть водоема погибает. И угадать, в каком месте будет та или иная чрезвычайная ситуация, крайне сложно. Это, ну, я не знаю, Министерству экологии необходимо сотни, может быть, тысячи мониторинговых точек ставить для того, чтобы определить, где что произошло. Поэтому мы, как Федерация рыболов-любителей, отслеживаем эти ситуации. Эту информацию мы даем Министерству экологии посредством различных социальных групп, либо лично я пересылаю своим знакомым сотрудникам. Мы представляем информацию о тех или иных сложностях, которые возникают на водоеме именно с экологической точки зрения. Либо по береговой линии, либо по самой воде. Вот совсем недавно нашим товарищам были представлены тоже видеоматериалы, которые показывали именно о том, что верховый водоем одного из наших в Республике Тарстан... Да, давайте тоже покажем. Видите, то есть практически, если осмотреть видеоряд этот, можно увидеть, что вода имеет такой страшный цвет на самом деле. Да, уже даже не мутная, а что-то понятная тема. Да, со слов нашего товарища Артура, как раз там все живое практически было умершлено. К сожалению, такие ситуации бывают довольно-таки часто. Это уже вот буквально в этом сезоне, с начала весны, это уже второй раз происходит. Если определить, где можно ловить рыбу, где нельзя ловить рыбу, в каких местах запрещено ловить рыбу? Запрещено ловить, если говорить о именно правилах рыболовства, запрещено в местах зимовальных ям. С этого года изменены правила, то есть зимовальные ямы, вернее, правила запрета на ловлю в зимовальных ямах, оно распространяется уже сейчас круглогодично. Но при этом изменили границы. Дело в том, что вот прошлые годы разрешено было рыбачить в летний период, но зимний период граница была от береговой линии вглубь водоема на полтора километра. Сейчас нормы немного изменили и разрешили именно по точкам, по координатам выстроили эти зимовальные ямы. То есть в летний период можно примерно на глубину водоема до 250-270 метров от берега. То есть фидерная ловля, те, кто рыбачит недалеко от берега, а это все, кстати, маломерные суда, которые не зарегистрированы, они не имеют права уходить на фарматор. То есть на фарматор они с берега могут рыбачить и отплывать на незначительное расстояние, вот в пределах этих 150 метров. Всем, кто хочет посмотреть на эти карты, желательно, конечно, зайти в приложение, вот есть приложение рыболовное, лоцы, да, лоцы рыболовные, и туда наложить вот эти координаты, для того, чтобы не попасть под нарушение закона в этой части. Вот, кстати, вы сказали про уровень воды, да, вместо концентрации рыб, скажем так. Вот есть у нас график, статистика, давайте посмотрим, график колебаний уровня воды. И очень интересная статистика 23-го года, да, вот с чем связано обмеление рек и вообще к чему это ведет? Как это отразится на рыбах в целом? Ну, дело в том, что, в принципе, колебание уровня воды, оно происходит естественным образом, мы, собственно, это видим на многих водоемах и так далее. Надо отметить, что ведь наша Волга, по сути дела, в границе Кубышского или Нижекамского водохранилища, это же еще регулируемый, скажем так, водный объект. То есть мы, по сути дела, зачастую определяем уровень воды. Но, несмотря на это, есть еще, так сказать, естественный уровень колебаний воды и так далее. К чему это может привести? Вне всяких сомнений, конечно же, мы всегда опасаемся за вот такие резкие снижения уровня воды в период нереста рыб. Потому что это самый уязвимый момент в жизни рыб. То есть тогда, когда икра и мальки развиваются на первые дни именно на мелководье. Почему? Понятное дело, да? Потому что там и питание для них, там и обогрев воды быстрее, скажем так, и так далее, чем на глубине. И в этом отношении, конечно же, это самый опасный для них период жизни. Когда же молоть, она слегка подрастет, она, естественно, уходит с этих мест. Но если в этот момент как раз уровень воды будет крайне низкий, происходит образование таких вот замкнутых озер, или как, озерами их не назовешь, такие своеобразные, так сказать, лужи, если хотите, где вот эта вот молоть бедная, она просто-напросто там кишит. И в конце концов она и погибает, если, так сказать, вовремя ее или не выпустить, или там осадки не повлияли на подъем уровня воды и так далее. То есть вот в этом плане, конечно же, это очень опасно. Ну, я согласен с коллегой, да, действительно, тут как бы необходимо смотреть более широко. То есть период нереста, и вот если говорить об этом графике конкретно, то здесь он виден, к сожалению, только период июнь месяца, а необходимо видеть примерно где-то с начала мая, потому что этот год у нас, к сожалению или к счастью, он был значительно более теплым. И как бы нерест начался примерно на 2-2,5 недели раньше. Да, вода прогрелась, а если мы знаем, да, то есть нерест рыбы, он где-то от 6 градусов, это щука, и дальше до 18-19 градусов это сазан. То есть вот этот период температурного режима для нереста основных видов рыб, которые у нас в водоемах имеют место быть, он уже прошел примерно недели-полторы назад. Естественно, вот если по сазану говорить, он нерестится порционно, он может и до августа месяца, но речь идет о том, что примерно 75-80% рыбы она уже отнерестилась. Конечно, безусловно, ничего хорошего нет в низком уровне воды. Всегда говорили, что чем выше уровень воды, тем больше рыбы. Это как бы закон природы. Поэтому говорить о том, что какая-то трагедия произошла, нельзя. Но нужно всегда иметь на карандаше то, что желательно всем нашим органам, кто отвечает за это, максимально отстаивать интерес нашей республики, поднимая уровень воды, несмотря на то, что там другие регионы тоже, как обычно, требуют. Я хочу просто сказать буквально небольшая реплика. Меня сказали, я даже вспомнил свое детство, такие случаи были, когда я еще рос и так далее. Я вот помню, мы спускались к Волгин берегу в Кировском районе, и вот в этих небольших лужах были огромное количество этих мальков, где-то были даже головастики, нам было детям интересно. И вот мы прямо их ловили, и вот эту спасательную своеобразную акцию проводили. И вот это, собственно, тоже неравнодушие людей, которые это видят. К вопросу очень такой волнующий вопрос, к съедобности рыбы. Все-таки мы больше говорим о том, что реки не совсем чистые. Есть ли съедобная рыба у нас, не знаю, в той же самой Казанке? Можно ли ее там ловить, домой нести, есть, готовить? Если ко мне вопрос, то я могу ответить. Да, смотрите, на самом деле рыбу кушать, конечно, можно. Все зависит от того, как вы ее приготовите. Какие здесь будут условия готовности? Я, например, боюсь, если честно, рыбу есть из наших рек, потому что тут рядом машины, все равно экология оставляет желать лучшего, чтобы поймать рыбу и принести домой ее пожарить. Вот страх, он всегда, как правило, он обоснован тем, что люди не знают, что это такое, почему это. Это, естественно, от рыбы, которая поражена химическим воздействием или другими недугами, которые невозможно излечить и приготовить ее. Естественно, вы себя не защитите. Но есть болезни, которые, в принципе, распространены во всех водоемах. Селитер там различный, то есть другие язвы, которые появляются. Не связаны будут с... Естественно, да. Эти заболевания, они возникают вне зависимости от того, чистый водоем, нечистый водоем. Всегда есть определенный процент рыбы, который подвержен этим заболеваниям. Гельминты. Да, гельминты, да. Поэтому для того, чтобы обезопасить себя, нужно, в первую очередь, хорошенько рыбу проварить, если вы хотите приготовить уху. Затем внешне ее осмотреть, вернее, перед тем, как приготовить ее внешне осмотреть, чтобы не было дефектов ни на чешуе, ни на чешуе, никакие различные... Замораживать можно было. Замораживать тоже можно. Резкая заморозка, крутая заморозка, длительная, она тоже уничтожает частично различных паразитов, которые могут быть в рыбе. Но вообще, если в целом говорить, лучше рыбу всегда ловить с водоемов, те, которые имеют сильное течение, которые потенциально чище. Да, уже снимают вот эти вопросы с заболачиванием, где появляются различного рода черевички и жучки, которые поражают рыбу в том числе. Давайте посмотрим результаты голосования. У нас традиционно в группе ВКонтакте проходит голосование. Вопрос был такой, что наносит наибольший вред рыбе, на ваш взгляд? У нас отвечают телезрители, что все-таки это токсичные выбросы предприятий. В завершение программы... Ну, наверное, тут все-таки вопрос надо поставить был чуть шире. Не просто предприятия, а в целом выбросы всевозможных реагентов, которые попадают именно в техногенного характера. Вне всяких сомнений, конечно, мы сегодня об этом тоже говорили, особенно когда разовые такие выбросы, они несомненно, конечно... То есть больше контролируют разные, дают какие-то штрафы за ловлю рыбы, любителям рыболовам, а больше контролируют все-таки над предприятий, которые загрязняют окружающую среду. Здесь не больше контролируют, здесь, мне кажется, должно быть больше усиление ответственности должностных лиц, во-первых, предприятий, юридических лиц. Штрафы должны накладываться гораздо более суровые, потому что когда речь идет об экологическом ущербе, он на самом деле имеет форму прямого воздействия, то есть это вот когда гибнет рыба, а еще и опосредован, когда погибает огромная акватория после этого. Благодарим вас за интервью, спасибо, приходите к нам еще в гости. Это были главные новости, всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова